Смотрите, как вы оцениваете отношения власти сейчас к эпидемии коронавируса? Насколько они действуют правильно или нет? И нужно ли вводить карантин, как вы думаете? По моему мнению, нужно, естественно, вводить карантин, безопасить витебских граждан от этого, потому что все, как минимум, цивилизованные страны в Европе уже давно приняли какие-то меры, а мы просто делаем вид, что у нас все хорошо, но вряд ли это так. А как относитесь к заявлению президента о том, что от коронавируса нужно лечиться водкой и трактором? Ужасно. Ужасно. То есть это не помогает, да? Совершенно нет. Но в каком веке и в каком году живем? Меры, но карантин бы хотелось, конечно. То есть вы считаете, что введение всеобщего карантина, это было бы нормальные и правильные меры сейчас, да? Да, впрочем, у всех государств он водится, и почему бы нам так тоже не сделать, это поможет хотя бы немножко его остановить в посохранении. А что вы думаете об этом? Ну, я сидя, просто мой человек, потому что у нас на Руси, у нас на Руси, у нас на Руси, у нас на Руси, у нас на Руси. А как вы думаете, маски помогают? Маски не помогают. Маски не помогают. А рецепт президента, который он заимен контрактором, он помогает? Конечно, нет. Конечно, нет. Хорошо, спасибо. Спасибо. Как вы думаете, маска работает? Помогает. Помогает. Спасибо. Извините, а Маклиба ответит на несколько вопросов по поводу коронавируса? Нет, не хотите? Как вы относитесь к действиям властей сейчас во время эпидемии коронавируса? Достаточно ли они меры принимают или нет? Мне кажется, нормально, достаточно. А как относитесь к заявлению президента по поводу того, что от коронавируса надо лечиться водкой и трактором? Не знаю, я не слышал этого. Не слышали? А по поводу карантина, как вы думаете, необходимо вводить карантин или нет в стране? Или это необязательно? Не знаю, я лежал в больнице, там вы ввели карантин, там надо. А просто, например, там в школьных разных учреждениях, университетах и просто вообще, как бы, ну, более серьезно относитесь. Как детей сильно не воспространяется, то я думаю, что необязательно. Не обязательно. По поводу коронавируса хотелось бы спросить, что они, как, как вы, ну, просто мнение людей, и тем более, как вы, я говорю, работаете в таком учреждении, что было бы интересно знать мнение аптекаря. Как вы думаете по поводу карантина? Ну, просто как, как человек. Лично мое мнение. Да, лично ваше мнение именно. Спасибо большое. Не хотите? А как вы считаете, меры, которые государство сейчас принимает, они достаточно? Конечно, достаточно. А необходимо ли введение карантина всеобщего, как вы думаете? Вы знаете, я считаю, что только на границе нужно проверять тех, кто приезжает, к нам возвращается. Да, досконально проверять. На карантин. Садить или как правильно помещать. А так, мне кажется, ничего страшного. А что думаете по поводу рецепта президента? Водка и трактор помогают от коронавируса или нет? Ну, вы знаете, вообще 30-50 грамм водки и для желудка, и для коронавируса, для всего, это, я считаю, неплохо. Ну, люди, если употребляют, зло употребляют, это плохо. Ну, а если может, это так вот, чуть-чуть слегка, нет. Вчера было в гостях, например, у смата 70-летия. Выпила 50 грамм коньячка. Как ты думаешь, маски помогают вообще? Маски помогают только в том случае, если болеешь сам. А что думаете по поводу ситуации с карантином? Необходимо ли в стране вводить всеобщий карантин, как вы думаете, или нет? Ну, всеобщий нет, но людям сказать о том, что нужно вести себя осторожнее, не так, как сейчас, думаю, нужно. А как люди на вас реагируют? Вот ходишь в маски, что они, ну, нормально? Люди не обращают внимания, потому что, вот, я сейчас в гимназии учусь, 10 класс. У нас 11 класс ходит в масках. Очень, наверное, что-то не помогает, они все равно ходят. И некоторые люди на улицах тоже ходят в масках. А что можете сказать по поводу рецепта президента водка и тракт? Помогает или нет? Как вы думаете, о второй крест? Ну, я не знаю, но, думаю, многие посчитали это за шутку. Как вы думаете, меры, которые государство сейчас принимает для защиты населения, достаточно или нет? Необходимо ли введение всеобщего карантина, как вы думаете? Знаете, я пенсионерка, в основном сижу дома, и мне как-то... Я не нахожу ничего такого, чтобы... Надо было, чтобы особенно жесткие меры какие-то. Хорошо. А вы не боитесь? Вот многие сейчас в масках ходят. Почему вы не ходите в масках? Вы думаете, что они неэффективны, да? Дело в том, что я хочу сказать... Ну, вы можете это не записывать, я хочу сказать следующее. Я когда лежала в больнице с воспалением легких, и мне давали маску, чтобы я на других людей не накашляла. Понимаете? Да. Я так думаю, что доктора считают, что нужна маска только тем, кто болеет. Хорошо. И последний вопрос. А как относитесь к рецепту президента от коронавируса? Трактор и водка, как вы думаете, помогают от коронавируса? Что? Ну, президент недавно в выступлении сказал, что лучшие средства от коронавируса – это трактор и водка. Как вы думаете, это помогает или нет? Это я не знаю. Я такого не слышу. Скажите, как вы думаете, меры, которые принимает наше государство сейчас по борьбе с коронавирусом, они достаточны или нет, как вы думаете? Я думаю, на эту тему вот что. Что любая инфекция, которая появляется для организма человека извне, она менее существенная, чем та, которая находится внутри. Например, раковая клетка, ее убить очень сложно. Вопрос конкретно про коронавирус. Принимают достаточные меры или нет? Я думаю, что в первую очередь надо меньше шума поднимать возле этого, а больше пользоваться какими-то... Хорошо. А как вы считаете, необходимо ли введение карантина всеобщего в Беларуси? Нет, ни в коем случае. Хорошо. А как относитесь к Совету Президента лечиться от коронавируса водкой и трактором? Как вы это оцениваете? Я не знаю, какие имеют в виду предложения, но я могу сказать, что любая нагрузка, она не повредит для борьбы с коронавирусом. Продолжение следует...